Обрати внимание на эту настройку, я еще к ней вернусь. Во время установки обязательно поставь метку. Это виртуальный кабель, нужен для работы программы. Перезагрузи ПК, чтобы все работало. Именно в моем случае программа показала белый экран. Перехожу по этому пути, дал себе доступ к папке и все заработало. У тебя, вероятно, сразу все будет хорошо. Теперь настройка. Здесь выбираешь по умолчанию свои динамики или наушники. А здесь сам виртуальный кабель. Заходишь в свойства микрофона, ставишь здесь метку и выбираешь виртуальный кабель. Здесь смотришь свои значения. У меня один 1648. Заходишь в свойства кабеля и ставишь такое же значение, какое у тебя в микрофоне. У каждого микрофона оно может быть разным. Наконец, настройка SoundAx. Тут выбираешь кабель. Сразу поставь здесь звук на 10, чтобы было комфортно обоим. Первое это насколько громко будет звучать у тебя, второе для другого ПК. Добавляешь папку со звуками и тестируешь. Тут можно назначить клавишу для быстрого отключения звука. Имеется удобный поиск, а также сортировка, которая вряд ли будет тебе нужна. Можно добавлять в избранную. Остальные настройки не особо важны, но можешь поиграться с ними. В настройках звука Дискорд просто поставь дефолт на обоих пунктах и все будет работать. Если SoundAx не работает или есть проблемы, то отключи эхоподавление и возможно шумоподавление. Экспериментируй с этим. Думаю этот значок микрофона будет тебе мешать. У тебя есть два пути. Можешь зайти сюда, отключить его вообще. Или же просто спрятать в трейд. Если программа вообще не запускается или закрывается, у меня есть видео на эту тему. Вдруг поможет. При каких-то других проблемах можешь написать в поддержку SoundAx на английском. У них для этого есть Дискорд сервер. Ссылки и вся нужная информация будет в описании.